Это для того, что сейчас просто, чтобы ручкой на бумаге не писать, просто быстрее записать, когда человек разговаривает. А потом уже спокойно это обрабатывается информацией. Не говорите такими умными словами. Обрабатывается информация. Я понимаю это все. Оно, понимаете, как одно дело вот тогда по молодости взгляды и по том, как человек взрослеет, вспоминает и много как бы поправки получается. Вот, ну, скажем, жила мама. Пятеро детей. Война началась. Так, вот, значит, в Германию забирают. И говорят, кто там уйдет, там все, значит, родители расстреляют там. Ну, и были ж такие случаи, как девочка послушная и старшая. Как эта мама останется без нас, без детей, без этого, так? Вот меня и забирают. Это в августе 42-го года. Девочка нигде не ездила, бедно жившая, всего боится. И вот ее в такую толпу, значит, в шостке в вагоне грузят, ну, грузовые вагоны товарные. Так, в углу солома, бочок, значит, тут, тут досками забили, значит, и без остановки везут. Куда? Как? Все плачут, все боятся. Где-то поезд остановится, ну, кто там подойдет, выглянет в эти... А тут уже немцы бегают, никто никуда не выходит, ничего, так? Вот. Привезли ночью. Ну, я так думаю, все-таки, что это был Дрезден. Дождливый день, мокрые, усталые. Большое, высокое здание. Вот то ли оно какое-то церковное, может быть, потому что такой штикетик небольшой заасфальтировано, ну, значит, вот с вагона у машины, с машины вот сюда, значит, разгружают. Кто отстал того в спину, быстрей-быстрей в это здание, без света, без ничего, затолкали. Но там были такие круговые скамейки эти. Сидим, трясемся, боимся. Вот сидим ночь, сидим, ну, наутро уже там окна высоко, так светлей стало, читаем. Все высоко описаны. Кто побуде, не забуде, там кто был, я с Харькова, я там оттуда, кто чернильным карандашом, кто нацарапал, кто там как. В общем, три дня мы тут сидим. Дверь закрытая, кто там в углу, никакого движения нет. Через, ну, сейчас не помню, два ли, три ли дня было прошло, выгружают, всех на улицу выводят. И мужчины представительные, значит, и охрана выставили. И ходит солидный мужик, и с ним еще моложе, и выбирают себе рабочих. Это беру, значит, это беру, это беру, это беру. А была женщина, ну, познакомились мы уже у вагони, так, Мария Ивановна Малышок. Она пожилая, и она как-то, ну, то ли жалела меня, то ли, ну, вот, защищала, короче говоря. Помогала мне. Вот ее берут, а меня не берут. Я вцепилась за нее, значит, и она меня держит. Ну, он сначала век, значит, уходи, но потом все-таки, значит, уже взяли меня с этой женщиной. Взяли, остальных, значит, опять загрузили, а нас на машине и повезли. Ехали недолго. Привезли на место, значит, сразу санобработка. Разделили всех. Мужчина намазывает головы, там все, в углу стоит, шлангом поливает, кто помылся, не помылся, везут в бараки. Ну, потом мы узнали, что это, значит, уже как купил нас, или как там фабрикант бумажной фабрики, поселок назывался Роттенфурд, а фабрика Кюрпринс. Большая фабрика, вот, как я вспоминаю, много операций, много, еще, конечно, вот, и уже я работала в заводе, и все, чистоты такой нигде, как вот, мало людей, мало, но везде, чисто, везде, не там, не бросается мусор так, куда надо, куда не надо, вот, ну, в бараках мы, бараки, ну, вот такие бараки, как у пироговки, скажем, сучок выпал, значит, на улицу, дырочка, по 20 человек в этом бараке, двухэтажной кровати, даже вспоминаю, до кням, вот, и, вот, посчитали 20 человек, дверь на ключ, значит, все, ну, утром начинает везти на работу, ну, утром мы уже встали, посмотрели лагерь, обгорожены колючей проволокой, ворота, вот, заходишь, так, конторка, где, ну, обслуживали мужчина и женщина, мужчину звали Шульц, а женщина Гильда, вот, ну, они уже были связаны, скажем, ну, на фабрику требуется сегодня 20 человек, 20 человек, под строем ставят и ведут, ведут туда, приводят и в цех, там, значит, старший мастер такой, Макс звали, он уже распределяет, кого куда на работу, какую работу, работы разные, там, как, и гильзы, вот, крутили гильзы, сушка, все, обрезали, что там, потом, вот, такой кружок, чуть меньше, через, ну, внутрь попадает, разного диаметра, да? как в тетради, ведь у меня уже склероз, ну, пронизывали, короче, вы поняли, что у меня вот, палец мой разбило, там, на фабрике, там, станком, ну, ну, что, молодая девочка, на 8 вечера ведут, до 8 утра, другая смена приходит, на 8, до 8, конечно, ночью, наверное, оно же там, вот, надо положить, этой рукой надо успеть убрать, это и положить, это, оно же хлоп, хлоп, ну, по-видимому, задремало, вот оно у меня насквозь, а, прошивает тетради, да? прошивает тетради, или дырки делает? ну, прошивает тетради, вот такие скобочки металлические, скобками, да, да, вот, уже первое, значит, получила, ну, кормили, очень, конечно, голодные мы были, очень голодные, вот, приходим, с работы приводят нас, строим, провели, ворота, калитка закрыта, никто никуда не может выйти, но уже, когда привезут, вот, именно у нас, лагерь, мы могли, по лагерю ходили свободно уже, туалет на улице, там, это, куда еще нужно, скажем, бауэру, этому хозяину, вот, он там, картошку копает, ну, скажем, берет сегодня пять человек, на ту работу десять, берет, значит, вот, уже, эта шхель заведет нас по назначению, вот, один раз, позвали, черешню собирать, несколько человек, и я в том числе, попала, ну, надо песни петь, чтоб ягоды не ели, значит, чтоб песни пели, ну, ну, трудно было, там хлеба, кусочек, так мы его утром сразу съедали, потому что, не было сил оставить его на дольше, вот, сварили, вот, ну, скажем, пронесут картошку на обед, ну, ж вот, отваренная, значит, целенькая, вот, надо поделить на двадцать человек, а все голодные, все следят, чтоб именно, ровненько положили, ровненько, чтоб всем оно досталось, потом уже один человек задом стоит, а тот, что делит, говорит, там, комугали, там, мани, значит, вот, поделили, ну, первое время в достатке соль давали, что солянка на столе постоянно, но, как вот, голодный человек, вот он, хочет, обмакнуть, вот, ну, дадут чай, за сахар и речи нету, ничего, вот, обычно утром дадут этот хлеб, и дадут чай, это, как завтрак, ну, значит, хлебушку макаешь солькой, начали опухать ноги, менструация задерживается, женщины болеют, соль урезали, вообще со стола убрали соль, ну, шо я еще скажу, работы разные, были мы, по фамилиях нас там никто не, у каждого был номер, мой номер был, 132, так, ну, как вот мы, то, шо это, вот, как сейчас, бьются, дерутся, да все, так мы там были, вот, объединенно, мы друг друга жалели сам, вот, один раз плакался, другой сел, его уговаривает, там, вот, я, один раз, у меня такой приступ, сердечный был, ну, как, домой хотела, трудно было, все меня, ну, жалели женщины, потому что я, было самое меньшее в этом, было холодно, было голодно, обувь была, вот, ну, вот мы, тапки, а это на деревянной, вот такой подошве, брезент, все, вот, ноги голые, ну, зимы там, мягкие, вот, то снег выпал, слякоть, растало, в общем, вот так, ходили, болели часто, простудными заболеваниями, ну, никто, никого, между собой, не ругались, никто никого не обижал, старались, ну, как-то, ну, друг другу помочь, там, так, ну, а сама фабрика, вот, вот, идем мы с лагеря, вот дорожка, поворот, значит, на фабрику, тут на уголке, уголок военнопленных, они отдельно, тоже под проволокой сидят, они, ну, как во дворе, древесину привозили, там, такие, вот, поля наложат, оно его скубет, скубет, ну, делает бумагу, так, бумага, ну, вот эти гильзы, вот эти, потом делали, вот, какие-то, вот, нам, тоже, вот, механически идет, вот, раз, это надо убрать, раз, надо убрать, вот, рука передавленная, ну, работа уже мне, как меньше, и так, я бы и не сказала, что, так уже меня, ну, подбирали, по-моему, возрасту там, или как сказать, потому что были тяжелее работы, а меня уже, так, движение рук у меня было, поэтому меня ставили, где руками я могу, так, а тяжести, я малая была еще, все, на тяжести меня, ну, ну, честно говорю, на тяжести как-то меня не, не это, вот, ну, что я могу еще сказать, трудно жили, голодно жили, ждали победу, не дождаться, так, и вот тебя дождали, нас уже освободили, восьмого мая, и восьмого мая еще был бой, потому что, когда мы вышли, вот, от Роттенфурт, вот, поселок, так, это недалеко от Фрайберга, один раз нас туда возили, у Фрайберг, поэтому я знаю, что он близко, а Дрезден, это дальше, это я думаю, что нас вот это, с поезда выгрузили, это в Дрезден привезли, а уже потом, вот это раз у Фрайберг нас возили, а так мы, ну, считай, в тюрьме я просидела, не, вот, на работу отвели, с работы привели, никуда мы не ходили, ничего мы нигде, ну, уже когда, наверное, год проработали, нас стали, ну, по воскресеньям выводить, ну, дадут старшего, так, скажем, на два часа отпускают, вот мы, как бараны, пошли там, по улицам, ну, хоть посмотреть, где шел, это вот, как трудно рассказать, когда ты все время в лагере, в лагере, в лагере, ты ничего не видишь, кроме работы, горя, слез, и все, вот кровать, значит, вот, как бумажные матрасы и стружка, и одно, вот, как солдатское, скажем, одеяло, зима, хоть она и мягкая, но, что значит, такой, досточка одна, ну, давали, зимой давали, вот, большую половину ведра угля, и немножко, значит, дровишек на разжог, ну, вот, пока оно горит, тепло, утром встаешь, так и то же, кровати, что они широкие, так и то старались, как по два спать, чтобы два одеяла тебя накрывали, ну, вот, что я могу рассказать, ждали мы освобождения, это трудно передать, трудно так, ну, вот, добирались, а домой, ну, тоже, понимаете, ну, вот, 15 человек, взяли, с воинской части ехали, там, на железной дороге, помогали, посылки, отправлять, ну, документы, так, потом стрелочниками обучались, у меня уже потерялось, где-то была, что я могу стрелочником работать, так, потом нас определили скот гнать, вот, старший был, ну, два солдата, и нас, значит, вот таких людей, гнали мы коров, день гоним, ночь отдыхаем, через Карпаты, шли пешком, коровы замученные, дорогой мычат, недоины, знаете, как, ну, война есть, хоть уже без войны, победа была, но разор полнейший был, вот так я и приехала домой, у меня уже документы были, всё, но на работу меня нигде не берут, я была за границей, только на стройку, значит, и на зелёное хозяйство, а мама есть мама, ей же жалко, ну, трудно было, очень трудно, но потом всё-таки я уже замуж вышла, полюбил меня муж, и не побоялся, что я за границей была, прожили мы дух, детей вырастили, муж умер уже давно у меня, потом уже всё это прекратилось, меня взяли на работу в завод, я проработала в заводе, в двух цехах работала, заработала себе пенсию, и на доске почёта была и на заводской, потому что я любила свою родину, своих людей, как я приехала первый год, и октябрьская праздник, так я дошла только до Жданова, глянула на флаги, на людей, да у меня было сердце разорвалось, я на взрыд рыдала, думаю, какой же я враг, когда я свой человек, что я хочу тут жить, хочу любить своих людей, людей, ну вот, все, что больше я не знаю, что вам рассказать. Расскажите про папу, про маму, кто ваш папа был, где вы родились, отец мой был железнодорожник, работал в заводе 9, мама, уроженка сосницы, там сосница, был поселок, это как вот, скажем, петуховка, сейчас его вообще нет уже там, но тогда он был, назывался вьюнище, это вот, где Довженко, дом Довженко, там рядом и был мамин дом, у мамы был дом, ну, корова, лошадь была, хозяйство было, вот, отец работал, отпуск, там, приезжал домой, чтобы это, жили мы, вот, и детвори, четверо нас, потом, значит, как же, женщина живет, надо раскулачить, и вот, я, малая была, я помню, как пришли, как забрали корову, забрали, даже, мама нас посадила, там, уже не помню, ну, шо-то ж с вещей, жить надо было, так подняли меня и забрали на то, на чем я сидела, все забрали, мама отцу позвонила, отец приехал, ну, шо, приехал, все забрали, ничего нет, все, он говорит так, или ты поедешь со мной в шостку, и будем вместе жить, или я больше не буду к тебе ездить, и смотреть на вот это, что делается, закрыли дом, вот, собрали нас детей кучу, и приехали, отцу дали комнату, на Короленко, так, а там, значит, вот дела идут, там, значит, Степаненко, раскулачили, все, значит, позвонили сюда, что там раскулаченный работает, все, и отца сокращает раскулаченный, отец безработный, а квартиры давали, вот, как, пока ты работаешь, так и квартира, вот, значит, остались без квартиры, наняли квартиру в Лазаревке, отец ходит, нигде на работу не может устроиться, так, мама, что же тогда, как приехали, и мама устроилась у завода, и маму рассчитали, и отца рассчитали, отец ходил, нигде не мог устроиться, а тут вербовали, на Дальний Восток, вот он маме говорит, что я поеду, устроюсь, и заберу тебя, и мы не будем мучиться тут, раскулачены, мы не раскулачены, какие мы кулаки, когда мы нижние, отец уехал, мама бедная осталась с нами горевать, ну, как, сначала он писал, несколько раз он нам посылочки прислал, а тут мамина сестра жила, вот он, ну, тетя Ульяна, иного мужа просит, помоги, значит, ну, маме уехать с детьми, а он говорит, маму Харитина звали, Харитина, куда ты поедешь, денег у тебя нету, куча детей у тебя, как ты до того Владивостока доедешь, и кто там, ну, короче, говорили маму, и мама не поехала, осталась тут, вот, мы и, вот так и жили, мама бедная, ну, как, там уборщицей работала, там убелье стирает, там побелит, как могла, зарабатывала, и мы все выросли, и все, ну, как достойные дети стали, вот, и сестра на свемьи работала, ну, уважение во всем, ну, сестра еще жива, брат умер, и старшая сестра уже умерла, все мы, ну, как, не потерянные, просто мы люди, были просто бедные, и бедные мы выросли, но мы выросли благородными тружениками, это я, ну, не украшаю, это действительно, это наш труд, это наш, мы, вот, сейчас посмотришь, как обращается с родителями, а у нас мама была святая, мы ее, вот она, придет с работы, еще кому-то огород возьмется пополоть, да, а мы уже ж большенькие, да, мы за мамой идем, мы траву рвем, мама быстренько окучивает, ну, как могли, те копейки на жизнь зарабатывали, пока мы подрастали, и пошли уже себе зарабатывать, вот, и досмотрели мы маму свою, так, вот, ну, что, ну, муж у меня, ткач Иван Елеферович, он в заводе, ну, 8 лет он во флоте служил, пришел, устроился на завод, и так он до самой смерти на одном месте работал, нахожденный орденом Ленина, говорю, а завод девятка или, а? какой завод? Завод девять, ну, он был девять, потом звезда переименовали на звезда, он проработал там, пользоваться, я же говорю, уважением, награжденный был орденом Ленина, семья была, как семья, ну, видите, как муж умер, я уже сколько одинокая, ну, два сына у меня, один разошелся с женой, ну, живет с другой женщиной, все хорошо, уже дети большие, у меня два внука, два правнука, внуки уже большие, вот, оба женатые внука, а правнуки уже, Ванечка, девять классов кончил, в колледж поступил, Витя еще в школу пойдет, а у меньшенького, Севи, только четвертый годик, они меня все не обижают сейчас, ну, приходят, проведывают, ну, вот, это с ремонтом затянулось, ну, всем некогда, ну, по возможности, помогает, а что сама, конечно, сама болею, и сердце, ноги болят, ну, прицеп большой, но, все равно я, не бабушка, не сдавайся, бабушка, тянись, а бабушка еще сама наварит, и еще их накормит, сама постираю, сама, ну, уже вот, ни шторы не повешу, это уже жду, когда мне кто что сделает, но они, ну, делают, так ваши сыновья все в шостке, да, и внуки, говорю, в шостке, ну, один вот разошелся с женой и живет в Глуховском районе, пошел к женщине в село, и доволен, живут уже два года, хорошо, и отношения и ко мне, и невестки хорошие все, другой живет в шостке, вот он старший, правда, у него трошки в семье, не очень, но, все равно, все равно, он меня, не бросает, нет, другой раз, а то заболеет, говорю, ой, боже, сынок, как я, если я, мам, не переживай, мы тебя не бросим, ты не одинокая, конечно, правильно, так, что, вот так я и живу, так, отец, как уехал на Дальний Восток, больше вы его не видели, и не писал, ничего, после войны он писал, а тут уже в скорости война началась, война началась, вот меня забрали, когда уже я, вот, приехала домой, так, вот я с 27-го года, а брат с 29-го года, ну, двоим учиться, ну, сами понимаете, одна мать и ничего нету, ну, мы посидели так дома, поговорили, я говорю, знаешь, брат, ты уже иди в техникум, а я уже буду работать, ты мужчина, когда ты женишься, тебе семью надо кормить, ну, брат шостинский техникум кончил, а я работаю, работала, работала и на турфоразработке, работала, табельщиком, так вы, наверное, там и познакомились, была Гея, с этой, познакомились, с этой, она хорошая женщина, это, вот, и так мы своей горе, она рассказывала, где была я, так во дворе я не очень, честно говорю, распространяю, что я была, вот, один человек поймет, что это горе было, и оно для меня, вот я вам рассказывала, у меня там внутрь все колышет, сад, от того, что я пережила, так, вот, значит, приехала я домой, уже немножко, ну, как, обжилась, так, все, и все-таки, думаю, где же отец, так, и я нашла последнее письмо, как он присылал нам, так, и я написала письмо на паспортный стол, на паспортный стол, и вот тоже, писала и плакала, и все, а, кого ж я там, ни фамилии, ни отца, ничего не, не написала, понимаете, как вот, жизнь описала, а конкретно, ничего, и через месяц мне приходит письмо, ну, не мне, а на дом, значит, и, ну, видно, сердечная женщина попалась, и она пишет, вот, значит, я вам сочувствую, но как же вы не написали, кого вы разыскиваете, я опять написала, значит, им письмо, уже фамилии, все, как положено, написала, и мне пришло письмо уже от отца, и отец, значит, пишет, что я больной, что у него там уже вторая семья, ну, если я вам нужен, я к вам приеду, а мама уже была против, мама мне говорит, дочечка, если ты будешь за ним ухаживать, поступай, как хочешь, но я уже столько пережила, и все, я его уже видеть не хочу, что так, ну, пропала жизнь, что не устроено, и все, вот, и я написала ему, отцу, что, ну, у тебя вторая семья есть, все далеко, ну, каждый будет доживать уже, как оно есть, потому что, ну, мама была против, а уже против мамы, ну, да, что столько на горе вынесла, и все, и потом я уже, потом, повзрослела, еще подумала, и правильно, ну, как бы оно было, выросли мы, трудно, и все, и как бы маме не обидно было, столько вымучиться, и теперь его досматривать, так? Ну, да. В общем, правильно, неправильно, ну, так получилось, да, так что мы без отца выросли, считай, одна мат нас тянула, и люди вытянули, а вы, в 30-м году сюда, в каком году вы в Шостку переехали, это 30-й, 32-й, или раньше? Вы знаете, вот точно же я, ну, но где-то 32-й, наверное, где-то, наверно, 32-й. Ну, да, а папу Семен, как отчество? Степаненко, Семен Семенович. А, Семенович. А маму, если она Харитина? Степаненко, Харитина Ивановна. Ивановна. А вот вас, ну, пятеро детей, а можете назвать, вы старшая были, да? Вы старшая в семье? А кто старший был? Старшая была Вера. Вера. Вот. Потом, потом был брат еще Митя, но его нету. Угу. Потом уже была я. Угу. Потом был брат Вася и сестра Оля. Вася это 29-го? 29-го. А Оля 32-го. Оля. Оля, вот ей сейчас 84-й год. Она еще жива, Оля. А брат год как умер. Старших ваших детей, братьев, сестер в Германию не забрали, только вас из семьи. Или Митя, наверное, на фронте был, получается? Ах, знаете, как она беда была? Жили мы в Лазаревке, жили в школе. Вот сейчас церковь, там мало переделали. Мы жили в школе. Там была у нас маленькая комнатка. С одной стороны учитель с семьей жил, а с этой стороны была комнатка у нас, мы там жили. Так. Мама была и уборщицей, и старожиха в школе. А в шостке, вот это, на улице Шевченко, жила мамина сестра, ну, со своей семьей. Ну, мы были бедные, конечно, а сестра была, ну, более обеспеченная, потому что, ну, муж у неё был, уже две дочки замужем были. Вот. В одной дочке муж у заводе был, ну, то ли инженер, ну, в общем, непростой человек. И вот, когда началась война, они эвакуироваются. И тётя уже моя, вот эта тётя Уляна, ну, очень просит маму, что ты вот там у школы всё поживи, в нашем доме, ты потом, мы тебе и выделим, в общем, пообещали. и мама согласилась переехать у тётин дом, вот это на улице Шевченко. Сейчас там уже этого дома давно нет, а там детский садик построенный, там тётин дом, и ещё мой взрастовых дома два убрали, и там был детский садик уже потом. так, вот, значит, пока мы с тётей тут договаривалась, мама, в школу пришли, тут уже нашу комнату пограбили. Шо ж там у нас было, раз-два я пчёлся, и ту половину забрали. Жить в тётином доме. Ну, кто защитить? Вот женщина и куча детей. Так? Ну, ещё ж вот это, уже когда ходили, записывали, и сначала записывали, что учиться будут, кто какую-то специальность хочет, там всё. А я до войны кончила только шесть классов, и война началась, так? Ну, приехала я, пошла в вечернюю школу. Ну, конечно, трудно. С работы приду, уже уморилась. В Лазарёвке жили. Это вот сейчас, ну, там воинская часть, и вот дорога, вот, ну, страшно было ходить. Всегда бежишь, и как заяц дрожишь. Ну, иногда, до тёти Ульяны, вот эта заходила, переночевать, если уже плохая погода, всё так, она говорит, да ты заходи, до меня переночуешь. Так? Вот мы переехали в этот дом. Ну, кто нас защитит, кто за нас, что скажет. Вот забрали, ну, всё, поплакала мама, да и провела. На том, вот и жизнь моя кончилась. А помните, как вы узнали, что война началась? Где вы узнали? Мы жили в Лазарёвке, в этой школе, на этом, так? Война, уже война была. Вот сейчас, как на Пироговку ехать, там у нас была такая Савина Левана, красивый луг, и всё, там наши поставили зенитки, сбивали самолёты, ну, вот самолёты, уже немцы летали над нашей родиной, над Лазарёвкой, над Шосткой, и зенитки стреляли, ну, и как-то даже сбили один самолёт, вот, ну, и знали, что война, что боялись, вот как немцы вошли, ну, вот по Пироговской дороге, по Шостке, а эта улица Шевченко, мы вот как раз ну, сейчас там уже, сейчас этого ничего там нету, они же бесцеремонно заходили, забирают, ну, комната большая, прихожая, это, комнату забрали, прихожую забрали, мы ютились, там такой коридорчик утеплённый был, да, вот, стреляют, уже уходят, наши отступают, эти уходят, у погреба сидели, трусились, боялись, потом уже вроде не стреляют, стали выходить, чтоб посмотреть, что оно делается, они на машинах, лезут, шок, шок, где кто увидел, всё грабают, всё забирают, волосы, вот, малая была, волосы поднимались от страха, было, как жить, как быть, вот, так и жили. В вашем доме, вот, в тёткином, получается, стояли солдаты, какие-то офицеры? Не солдаты, стоят офицеры, стояли офицеры, и при чём, я хочу сказать, что среди них тоже были люди, вот, наступила я на доску, ржавые гвозди, у меня, значит, распухла нога вся, и там уже мама, что мне не прикладывала, оно не помогало, и, а немец был, врач один, между их, так, ну, он же видел, что мама заматывает, ну, вот, ну, такая вот, как, скажем, кладовка такая великоватая, вот тут мы были, а всё остальное, забирали они, но он видел, что мама завязывает мою ногу, там, всё, и он, матка, значит, что спрашивает, там, ну, мама развернула, и посмотрела, так вот он немец, он прочистил мне ногу, и ещё там маме мазь кидал, помазать, чтобы оно зажило, ну, ну, как вот, по-человечески, а были такие, что там что-то стоится, вот, подфутболил, пошёл, трудно было. Так, получается, всю оккупацию у вас в доме кто-то стоял, из немецких, да, стояли, там, все время же. Потому что дом стоял, вот, понимаете, как, ну, вот, с Пироговки дорога, на две стороны дома стоят, дом вот так стоял, что он открыто стоял, вроде как бы нарядный, или как там сказать, понимаешь, и оно вот, не успеют одни выехать, или они передают там друг другу, вот, ну, не успеют одни уйти, как уже идут другие, вот такими сапожищами, там, бесцеремонно жили, бесцеремонно. А вам нужно было им прислуживать, как-то, что-то маме готовить, стирать? Нет, нет, уборку делать, уборку, пол помыть, ну, вот, чтоб, такой коридор, такой, нержавстаревый бочок стоял, так, чтоб мутер, это, в ассеров, чтоб вода всегда стояла, чтоб вода была, а так, конечно, ну, чтоб били там, или шо, вот пока я была, нету, ну, боялись мы, как мыши, уже, если они идут, да, где-то в уголке сидишь, и не шевелишься, вот, но, так уже не было, чтоб нас побили, не били. А как вы жили дальше? Чтоб понравится, заберут, а трудно было, а как маме было смотреть на все? А у вас был свой огород, с чего вы жили, вот, во время оккупации? Нужно было где-то, можно было где-то работать? вот мама. Знаете, как жили? Был, когда мы жили, в школе у нас был огород, у нас был погреб, у нас была картошечка, уже там, мясо там было, не было, но картошечка, бурачок, капуста для борща, это уже всегда у нас было, потому что мы все садили, мама садила, и мы все берегли свой огород, чтобы у нас было. А вот пока я была еще дома, да как, ну вот, ничего нету. вот, значит, мама выбирает, где там сица, кусочек, где там платьечко, лученькое, и за Новгород, Северск, поселок, ходить, менять. Ну, вот, немцы одно время тут, это, в заводе же спирт был, так они меняли спирт, вот, бывало, и мама пойдет на яйца, купит яйца, пойдет, выменяет спирта, и едет по селам, значит, вот, то, значит, зациться ей там, кто крупы даст, кто картошки даст, кто там муки сколько-то, ну, уже договаривается, вот она в этот мешок на плечи, сколько донесет, приходит, вот, и собирает, чтоб было с чем на следующий раз идти, вот так жили. А, не помните, вот, я просто в архиве смотрела документы, вот, нашла документы Шосткинского госпиталя, не знаете, не помните, где был этот госпиталь, это где больница, вот там такую, то есть, был госпиталь, пока наши стояли в городе, а потом как-то они больницей. Я, вот, точно не могу вам сказать, вот, на, на Садовой, вот она сейчас, поликлиника, это, там немцы своих солдат, больных держали, да, и у нас, ну, вот, была такая женщина, она в аптеке работала, она, ну, как, по-моему, врач, фармацет, врач, побегала, вот, я знаю, что, вот, ну, как, медикаменты, доставала, помогала, вот, кто-то, кого-то заболел, она, ну, отзывчивая женщина была, это я знаю, а вот, за госпиталь, я знаю, что он где-то, вот, как памятник, ну, вот, вечный огонь, так, вот, оно, тут, вот, тут еще были деревянные, а, то есть, вы просто жили далеко, я так понимаю, далеко от центра, поэтому, от центра, я, вот, ну, припоминаю, но не могу вам, не хочу завладеть, я знаю, что в центре, тут, вот, где, вот, это, поликлиника, так, потом, там, двухэтажный домик, он идет, рядом, тут, тогда была милиция, участковый, милиционер был, а во время войны, вот, там тоже было, что-то, как госпиталь на углу, что мы, иногда, ходить-то боялись, потому, что, ну, как, вот, мама боялась, дочечка умоляет, не ходи, могут захватить, могут, там, затянуть куда-то, могут все, так, ну, не настолько я самостоятельная, уже такая была, чтобы везде, так, свободно ходила, так, но, но знаю, что был, знаю, что, вот, Туткевич, врач был, и, ну, он, у немцев же, его заставляли, там, как он, он помогал, тоже, доставать, ну, раненые, вот, и добрые люди, кто так жил, так, ну, возьмут, ну, тайно где-то положат, ну, лечили, ну, как, сочувствовали, свои люди, так, но, я не могу сказать, не буду в заблуждении заводить, просто, я тогда еще до меня не дошло, мы, что, жили в Лазаревке, правильно, а, что, я же говорю, мама очень боялась, и умоляла меня, чтобы я не ходила, А подружки у вас были, вы встречались своими одноклассницами, подружками, или тоже так особо? Вот оно, встречалось, конечно, это, если бы, вот, мы не перешли в этот дом, возможно, меня бы и не забрали, потому что, вот, с Лазаревки, подружки моей, они остались, понимаете, они остались, мы потом, я сейчас, ну, я, вот, в этом году, я, считайте, на улицу ни разу не выходила, я не могу по лестнице спуститься, а так я ходила, конечно, уже сейчас многих и нету, вот, но встречалась я, конечно, ну, не знаю, больше, что, не, сейчас, подождите, спрашивайте, а, когда были, вы слышали, ну, вот, про эти расстрелы, что расстреляли так много шосткинцы, вот, летом 42-го года, но это мы сейчас знаем, а тогда, во время оккупации, вы слышали что-то про эти расстрелы? Конечно, слышала, конечно, страшно было, это в техникуме, там, во дворе стреляли, и, и как хлебозавод грабили, это тоже, ну, знаете, вот, страшно было, все горит, все дымит, разорили хлебозавод, кто муку тянет, кто что-то, тот у того отнимает, тот у того, а мама стоит, говорит, дочечка, да оно же все государственное, да куда же они тянут, а я говорю, мама, а как же мы будем жить, что, ну, ничего уж, ну, как, ну, бедные, мы бедные, дочечка, как-то проживем, окрас не пойдем, и вот, часто вспоминаю, что, вот, бедно жили, а на хлебозавод муку тянуть, мама не пошла, ну, да, есть такие порядочные люди, я вам верю, страшно было, ну, расстреляли, это, у техникуме, ну, я же вам говорю, что, если вот сейчас, уже и ум, и суждение, а тогда девчишка, ой, стреляли, ой, ой, ну, и ой, а шо к чему, да как, да кто, вот, ну, да, дома не обсуждалось, во всяком случае, мама вас, видно, такая не сплетница была, которая хотела, собирала все новости по городу, но такого не было у нас, таких, у нас вот и сейчас я никаких новостей нигде не собираю, потому что я, если я с кем-то дружу, шо бы там не было, я нигде ничего не расскажу, вот, ну, вот я считаю, шо я не жадная, я поделюсь последним, но страшно не люблю жадных, и ехидных, ну, да, вот, другой раз, ну, вот уважает меня в подъезде, вот соседи, я не хожу, болела сильно, вообще лежала тут, и придут, и проведают, вот, идут, Семеновна, шо тебе купить, там, вот на базар, хлебушка, там, шо попрошу, там, булочку мне, ну, шо бы это, так, сын покупает, а по мелочам, так, и соседям попрошу, никто не отказывает, вот, за квартиру заплатить, ну, да, в кассу, Семеновна, я иду платить, давайте ваши, я уже подсчитаю, кошелечек с денежками положу, ну, вот, ну, живу нормально, с людьми я, не это, ну, новостей собирать быстро не умею, не умею, я понимаю, это сейчас такие умные, а тогда просто лишний раз из дома уже был риск выйти, там, что-то, пройти, а сейчас я, конечно, никуда не хожу, так, новостей, конечно, не знаю, а вас в Германию, когда забирали, то есть, предупредили заранее, мама могла вам что-то собрать, какую-то сумку, дошло два дня, там, значит, повестка была, и там, значит, сказано, что за неприбытие, расстрел, с собой иметь на три дня продуктов, вот, мама, значит, кусочек сала, яичек сварила, коржиков напекла, ну, шо она мне могла дать, а откуда отправляли, то есть, вы пришли куда, к бирже труда, или сразу на вокзал шли, вот, отправляли, вот, с этого же вокзала, где сейчас, или, куда, к техникум, весь сбор, техникум, и полицаи, и немцы, все это обкруженное, зашел, это все, так, вот, собрали, и все тут же, вот, ушостки погрузили, у товарняк, я же говорю, что доски забиты снизу, под этим, и нигде, не, где останавливались на станции, если это, значит, ну, немцы же везли, на каждый вагон же, это, ходят, вот, чтоб никто ничего, поезд рушился, опять это, и без остановки, вот это, довезли, но я считаю, что то был Дрезден, до города, вот, а когда, вот, в лагере при фабрике, то есть, это, лагерь, это был один барак, или несколько бараков, вы были одни женщины, или там, мужчины были у вас, вот, в этом здании, одна польская семья была, но не в нашем бараке, бараке были, ну, вот, заезжали, за...